Виталий, приветствую тебя! Очереда недели, собственно, наш первый с тобой эфир техника фундамента анализа общих рынчатых ситуаций, подсказки тем, кто ориентируется на, опять же, и технический анализ, и фундаментальный, как, в принципе, на рынках можно действовать. Здравствуйте! Прошлый эфир в среду у нас с тобой выпал. Жаль, конечно же, потому что все-таки новостной фон именно к середине прошлой недели был приправлен ожиданиями выступления Паула в Конгрессе. Я знаю то, что ты, конечно же, следишь за новостным фоном, то, что ты прекрасно уже все сам видел, как и что происходило с долларом. В целом могу сказать то, что риторика Паула оказала неоднозначное, конечно же, влияние на курс американской валюты. Первый день, когда она выступала в палату представителей, рынок отреагировал распродажами доллара, потому что в целом он повторил ровно то, что нам уже и так было доподвинуться. Прогресс, он, может быть, и присутствует сейчас в экономике, но он недостаточен пока для того, чтобы какие-то фактические решения принимались по ставкам и программе количественного смягчения. На этом, собственно, я прямо предлагаю к демонстрации экрана перейти. На этом, собственно, доллар скорректировался до отметки 92.30, потом в четверг, хотя перед Банковским Сенатом, в принципе, то же самое было сказано. Его речи, по сути, не менялось, но здесь уже обратная реакция. Сейчас по американской валюте по доллару мы находимся на отметке 92.82. Это индекс американского доллара. Я продолжаю придерживаться своего прежнего сценария, что пока непосредственно от ФРС не будет сигнала касательно отказа от мягкой экономической политики, доллар в любой момент может оказаться под давлением, которое мы неоднократно видели в рамках этого коридора, скажем так, 92.80, 91.80, и привести к еще большему ослаблению. Такого сценария я буду придерживаться до встречи в Джексон Холле. По другим финансовым активам сегодня я рекомендую оценить перспективы евро, но как бы не с позиции фундаментального фона. Фундаментальный фон, он более-менее интересный, будет только в четверг, когда состоится заседание Европейского Центрального Банка. В среду мы с тобой еще раз обсудим это, если будет возможность у тебя, опять же, подключиться к эфиру. Сейчас по евро я предлагаю действовать на основании рыночных настроений индикатора Кайман, который доступен каждому клиенту компании. Маркетс, в принципе, он показывает расстановку сил покупателей и продавцов. Большинство трейдеров, в моменте на него смотрю, большинство трейдеров, это практически 62%, сейчас ставят на то, что евро будет расти. И вот по классике жанра рынок идет по пути наименьшим сопротивлением, корректируется против толпы, евро сейчас снижается. Я сегодня предлагаю структивную сделку, прямо очень близкую к текущему уровню. Это селс-коп с отметкой 1.1780 с тейк-профитом на уровне 1.1650. Стоп-лосс можно поставить на отметку 1.1820. По фунту ситуация очень похожа, фунт активно валится, даже активнее, чем европейская валюта. Здесь сделка 1.3740, но вот уже 1.3733. Но можно шарфить с текущих уровней, очень рискованно здесь локальная поддержка будет. Но я думаю, что из-за ситуации с ковидом количество заболевших, к сожалению, продолжает расти. И антирекорды поставлены в Англии по новому дельта на варианту штамма. Вот прям еще ниже мы сейчас локальных припали. 1.3730, ну, короче, сам видишь, фунт активно валится. И это, опять же, следствие того, что локально устанавливаются доллары и все-таки еще и фунт, связанный с ковидом. Сегодня вступили в силу окончательные послабления или, скажем так, полная отмена всех действовавших ранее карантинных ограничений. И многие считают, что в стране, где ситуация с ковидом и без того уже некуда, отмена масочного режима может только лишь усугубить общий фунт. Я, в принципе, разделяю такую же точку зрения, поэтому считаю, что здесь в плане такой ковидной обстановки фунт может оказаться одной из главных жертв сейчас. И фундаментально здесь все в пользу того, чтобы пока что на фунт пошортить. Что касается целей, take profit на отметке 1.36, сейчас котировки 1.37, ну, 23 уже. Соответственно, стоп-лосс можно забросить на 60-70 пунктов повыше от текущих уровней. Золото 1.803 доллара за тройскую унцию, здесь сделка buy-stop с уровнем, как и раньше, 1.795, то есть раньше. В прошлый раз очень неплохо пыталось выкупить золото, еще когда вышел отчет по инфляции, как мы помним, рекордный за много лет значение индийцев потребительских цен в США. Сейчас золото локально корректируется, хотя, знаешь, я вот в моменте смотрю 10-летний трежерис, они остаются, ну, фактически на дне лежат, на минимальных значениях с начала этого года. И мне, конечно же, странно видеть такую динамику по золоту, который обычно в последнее время коррелирует с начальским долгом, то есть с показателями доходности трежерис. Но, может быть, разворот уже также довольно быстро произойдет и довольно скоро. Buy-stop с уровня, точнее, buy-limb с уровня 1795, stop loss 1785 и целями 1820 и выше. Так, рынок нефти 72-67 сейчас в моменте, сделка будет buy-stop с уровня 73-50, stop loss 72-70 и ожидание выше 76-77 роста. Сегодня мы работаем с тем, что соглашение ОПЕК все-таки достигнуто, оно было достигнуто в минувшие выходные. Согласовали рост уровня неопредобучия на 400 тысяч баррелей в месяц с августа по декабрь в соответствии с ожиданиями, которые были на рынке еще две недели назад. И я склонен полагать, что все-таки это фон, который сейчас снимает с рынка риск того, что потенциальный риск, который присутствовал ранее, что от сделки ОПЕК могут окончательно отказаться не только от Единственной Арабской Эмираты, это потенциально бы увеличило предложение в разы. Но поскольку сейчас дисциплину удалось сохранить все-таки на прежних уровнях, а 400 тысяч в месяц это не так уж и много, чтобы нейтрализовать рост предложений, которые ранее были сфиксированы, я здесь остаюсь быком по рынку нефти и жду установления к тем уровням, которые были обозначены. И фондовый рынок. Здесь пока что ситуация следующая. 4300 пунктов в моменте у нас. Я рекомендую подождать все-таки коррекции в район 4265 пунктов. Это ближайшая более-менее мощная поддержка, которая может последовать восстановлению. Хотя я допускаю, что до этого уровня мы даже не дойдем. Но если все-таки дойдем, для тех, кто ранее фондовый рынок не покупал, считайте, что этот уровень отложка байстопа с целями возвращения выше 4300 пунктов и стопосом на отметке 4240 пунктов. Виталий, слово тебе. Так, скажешь, как пойдет демонстрация? Да, 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 уже идет. Ну, в принципе, я с тобой согласен. По тем едиент, который ты сказал, это евро-доллар, фунт-доллар, это относительно валютных пар. Евро-доллар я за шорт. В принципе, по тем же параметрам, которые ты сказал. Возможно, шортить. Я шортил с ребятами, давал торговую рекомендацию еще в пятницу повыше. То есть мы шортили выше 1.18. В принципе, я вижу евро вниз. Только вопрос, мы будем сильно падать по евро-доллару или через какую-то коррекцию. Поэтому я не исключал где-то с текущих более глубокую коррекцию. Пока мы ее не нарисовали. Были какие-то предпосылки по евро-доллару, но они пока не рисуются. Но нужно быть на чеку по этому моменту. Пока дублирую твою ситуацию. Шорт с текущих, со стоп-лоссом. Так у нас текущая цена 1.17.85. Можно там закинуть где-то в районе 1.18. Где-то в районе 30-40. Где-то в таком диапазоне. И думаю, падать есть по евро-доллару куда. Конечно, здесь есть такие моменты по евро-доллару. Я это еще с предыдущих моментов рисовал. Это то, что у нас здесь присутствует вот такой, скажем, диагональный треугольник. Я еще там на позапрошлой неделе говорил о нем. С этого треугольника мы можем не исключая достаточно прыгнуть наверх сильно. Где-то в районе 1.20. Поэтому нужно быть на чеку. Если что-то нарисуется, возможно, там ближе к среде на новостях. А возможно, это будет все в моменте как-то рискованно. Поэтому соблюдать риски, стоп-лоссы. Потому что на 1.20, возможно, и выше. Поэтому вот так. Дублирую ситуацию по евро-доллару. Дальше фунт-доллар тоже за шорт. Но пока каких-то точек входа я по нему не вижу. Так как мы сейчас, скажем, в свободном таком падении. С текущих нет накоплений. Вот еще в прошлой неделе вот здесь был такой набор позиций. Он уже пошла реализация. А на текущий момент мы можем так вверх, так и вниз отскочить. Уйти на коррекцию. Дальше. По нефти пока тоже торговых идей нет. Мы падаем. Я еще на прошлой, точнее, на позапрошлой неделе, когда был вот этот мощный импульс. Я говорил, что здесь, возможно, шортовые моменты. После коррекции. Коррекция была уже чуть позже. После еще одной нефти обвала. И мы пошли на снижение по нефти. Я ее там локально торговал. Немного взял. Но пока тоже мы находимся в подвешенном состоянии. Можем как вверх, так и вниз. Поэтому здесь не держу торговых рекомендаций. Дальше. По золоту. Это еще с прошлой недели. В понедельник. Я говорил, шор. У тебя была рекомендация выше 1795 лонг. По золоту. Я также отмечал, что здесь это ключевой уровень. Тоже со своими учениками очень детально его разбирал. Обратить внимание на него. Плюс я где-то на позапрошлой неделе, где-то две или три недели назад, на канале Амаркетс проводил такое краткое экспресс-обучение по поводу зеркальных уровней контртрендов. Как раз можно посмотреть в данный материал. То есть посмотреть, как золото отработалось. Но у меня рекомендация была по другой модели. Лип-шорт. Где-то на отметке 1810. На 1800. Где-то в этом диапазоне. Но была такая оговорка. Если золото ныряет немножко вниз, обязательно переведите без убыток. Потому что здесь есть сильный уровень поддержки. Мы можем от него отскочить. Такое движение было вниз в моменте около 100-150 пунктов. Но дальше откупили. Поэтому нужно было обязательно переведить без убыток. И нахрен. Кто не переведел, кто получил по данной идее стоп-лот. На текущий момент по золоту Ну, пока я за шорт. Потому что, возможно, эта все коррекция закончилась. У нас в пятницу достаточно была шортовая. Закрылись. Возможно, в таком ключе. Если вот так нарисовать. Это был просто такой захват стопов тех шортистов. И мы дальше будем все, что ниже уровня. 1816-15. Я рассматриваю за шорт. С текущих, конечно, я бы не шортил. Если еще будет какая-то коррекция в районе 1815, я буду присматриваться. Но это уже будет в среде. В моменте лимитки не буду ставить. Дальше. По биткоину. Кстати, да. Очень интересно. Там железобетонный уровень. Да, да. Я вот как раз напомню. Мы с тобой обсуждали биткоину. Ты спрашивал где-то недели две, мне кажется, назад. Мы торговались вот в этом треугольничке. Вот у него. Так пошире нарисовать. Как этот паттерн называется? Десятикратное дно? Да. То есть мы здесь торговались. Я говорил, при пробитии нижней поддержки, вот здесь видно было, можно рассматривать шорт по биткоину. Мы как раз вышли с этого треугольничка, сделаем небольшую коррекцию. Здесь я шортил. Пока сделка в плюсе. То есть я давал рекомендацию своим подписчикам. Мы без убытки сидим. Но, как видим, ты сказал уже, здесь железобетонный уровень 35 тысяча там с копейками. Мы от него уже ранее здесь очень сильно покупали, что в мае, что в июне тестировали. Сейчас четко увидим, получается, один, два, три, четыре, четыре дня мы ровно в этот уровень идемся, но и сверху есть. Поэтому здесь с текущих, кто ранее шортил, я бы посидел без убытки, потому что может нарисоваться какой-то мощный импульс наверх и можем пробить. И если шортить биткоин уже на текущий момент, то пробитие уровня 31 тысяча, то есть возможно выставить там этот селлстоп на отметке 31 тысяча, потому что здесь минимумы были, если так посмотреть, то чуть выше, 31, то есть можно там 30 тысяч, там 900, выставить селлстоп со стоплосом небольшим где-то в районе там. У тебя здесь такая волатильность, что здесь маленьким стоплосом не пахнет, где-то на отметке 32 тысячи, в таком диапазоне стоплос тысячи долларов по отношению к волатильности инструмента. И работать на пробой или там лимитки, или уже по факту смотреть, переходить на более мелкий фрейм часовик, 15 минут, если будет пробитие этого уровня, возможно, какая-то мелкая проторговка, возможно, с более мелкими стоплосами, потому что это может быть какой-то такой ложный задерки, потом наверх ракетой. С текущих можем ли мы уйти? Можно, потому что явно нарисовался сильный покупатель в этом уровне, но без выноса я бы здесь не покупал. Это такое видение по данному инструменту. Пока локально то, что я ранее говорил, отработалось, а дальше нужно уже пробить биткоину 31 тысячу. У нас это недельный график. Это получается линия шеи. Если взять фигуру голова и плечи, то есть у нас левое плечо в начале года была голова, правое плечо. И мы сейчас если будем пробивать данный уровень поддержки, то у нас падение получается у нас где-то практически в ноль биткоин выходит. Если мы пробиваем данный уровень, есть еще такой момент по поводу головы и плечи. В книжках теханализа не написано, но ребята, которые эту тему разбивают, нужно еще смотреть на объемы. если на больших объемах пробивается, то это более сильное подтверждение данного паттерна. Нужно следить, чтобы это не было ловушки, обязательно стоп-лоссы, для тех, кто торгует маржинальным инструментом. По поводу фондовых рынков, на прошлой неделе с учениками разбирали индексы, и как раз по всем индексам были моменты с дивергенциями, там еще с пин-барами, они как раз шортили, я давал рекомендации по поводу NASDAQ, мы уже наконец-то пошли на какую-то коррекцию по данному инструменту, здесь было видно, что у нас образовался какой-то локальный уровень, был один пин-бар, после этого пин-бара я уже как-то нацелился на шорт, возможно, это закончилось, мы посмотрим. За новостями я сильно не следил, на каких моментах произошел обвал. Ну и по поводу основного инструмента, который я все время озвучиваю, это индекс доллара, говорил о покупках на прошлом неделе понедельник, где-то вот на этой отметочке где-то 92,20 говорил о покупках, локальные цели мы сделали, как видим, сегодня мы уже пытаемся пробить этот уровень сопротивления и посмотрим, будет ли это истинный пробой, кто не купил индекс доллара на прошлой неделе, кто купил и следует среди срочным рекомендациям, то возможно это удерживает без убытки, кто не купил возможность текущих купить, это у нас получается 92,90 условно, плюс-минус со стоп-лоссом в районе 92,50 примерно 50,50 и посмотрим, будет ли это истинный пробой, потому что я еще пытался спекулятивно работать на прошлой неделе в шорт индекс доллара, так как тоже здесь скинули так хорошенько и удерживали уровень, думал, пойдет какая-то возможно коррекция, но она не получилась, поэтому в текущий момент у меня рекомендация аналогична как у тебя евро-доллар шорт, индекс доллара обязательно со стоп-лоссом, потому что есть вот этот момент по евро-доллару и по индексу доллара такой треугольничек мы можем и в обратную сторону стрельнуть. Пока вот так. Слушай, по поводу биткоина я согласен с тобой, что в плане технике действительно там очень хороший паттерн вот это долгосрочная голова-плечи и лично мое субъективное мнение, что биткоин прям так и просится, чтобы очень сильно провалиться вниз. И я думаю, что даже не то, чтобы долгосрок, среднесрочные ожидания могут быть на отметке уже где-то 20 тысяч за один биткоин. И все зависит от того, как мощно, на каких объемах действительно и как быстро вот рынок пролетит вниз планку 31-30 тысяч. Друзья, в связи с этим... Еще да, нужно отметить, что нужно этот уровень пробить, потому что если не будет пробития, то мы можем отскочить достаточно сильно по биткоин. Ну, это если смотреть еще плюс фундаментал, то смотрят в Китае, да, майнинг запретили, скажем, плюс гоняют очень сильные криптовалютные биржи. Я знаю, Binance сейчас запретили, ну, там можно через профси-сервера заходить, но, скажем, идет запрет, плюс в Европе там тоже какая-то частная финансовая установка, тоже запретили через нее вводить деньги. И плюс даже вчера как раз наткнулся на мнение этого основателя Dogecoin. Знаешь, да, криптовалюта Dogecoin, кстати, она была создана просто для прикола, я так сильно не удавался, и он говорил, что вот эти все криптовалюты он изучал за последние несколько лет, что это они созданы не с целью там, скажем, как все говорят, это будущее, да, криптоактивы и так далее, что это больше создано для богатыми миллиардерами, для отмывания своих доходов, для таких целей, то есть, ну, скажем, это его мнение, как-то вот так, поэтому, конечно, спекулятивно на этом, на любой пирамиде можно заработать даже, и многие заработали, как мы знаем, но очень многие потеряли, и очень многие еще потеряют, которые, скажем, не умеют выйти вовремя. Да, и, возможно, еще больше потеряют, если реализуется тот сценарий, который только что был озвучен, когда биткоин не остановится даже на 20, уйдет ниже 10 и так далее. Ведь очень много тех, кто покупал и на 60, веря в эти невероятно бычьи прогнозы, что дальше будет 100 тысяч, 250 тысяч и миллион долларов за один биткоин. Но, как всегда, рынок всех переиграл, надеемся, друзья, что среди вас нет таких сверхоптимистов, и сейчас вы здраво, адекватно смотрите на то, что происходит. Фундамент и техника, опять же, только что вот Виталий сказал, я с ним согласен, что все это указывает на то, что дно еще не достигнут этой валюты. Виталий, ну, спасибо тебе большое за твою точку зрения, тогда следующий эфир у нас в среду, тебе хорошей недели и до скорых встреч. Пока. Удачи.